Незаконным назвали представители московского движения «Открытая Россия» включение организации в список нежелательных. Такое решение приняла Генпрокуратура. Их деятельность направлена на инспирирование протестных выступлений и дестабилизацию внутриполитической ситуации, что представляет угрозу основам конституционного строя Российской Федерации и безопасности государства, сказано в пресс-релизе ведомства. Признавать себя нежелательной «Открытая Россия» отказывается. Ее основатель Михаил Ходорковский заявил, что закон об иностранных нежелательных организациях не имеет отношения к правозащитному движению «Открытая Россия», так как оно российское и на законных основаниях не зарегистрировано как юрлицо. В перечень нежелательных организаций российская прокуратура включила подразделения «Открытая Россия», зарегистрированные в Великобритании. Вместе с ними в черный список попал и Институт современной России Павла Ходорковского, зарегистрированный в США. В сообщении на сайте Генпрокуратуры отмечается, что теперь деятельность «Открытой России» и Института современной России запрещена, а их счета в российских банках заморожены. Черную метку от Генпрокуратуры «Открытая Россия» получила за три дня до анонсированной на 29 апреля общественной акции подачи петиции президенту России под общим названием «Надоел». Такая форма манифестации, по мнению правозащитников, не противоречит закону, но активисты «Открытой России» на всякий случай готовятся к задержаниям с помощью самых современных технологий. Петербургский программист Александр Литреев разработал специальное интернет-приложение для смартфонов RedButton. При наличии красной кнопки задержанный может моментально оповестить о своем местонахождении и предполагаемом ОВД, куда оперативно будут направлены адвокаты. Заработчик отказался от оплаты своей программы и гарантировал, что красная кнопка будет действовать на территории всей России. По его словам, 4000 пользователей уже скачали сервис, позволяющий не оставаться один на один с сотрудниками правоохранительных органов. Когда я вижу, что людей задерживают и применяют насилие со стороны власти, люди ничего не могут с этим сделать, я считаю, что с этим нужно бороться, и я вношу свой вклад.